Единственный в стране музей железнодорожной техники готовится к встрече гостей Большого Юбилея. В сентябре Брест отпразднует свое тысячелетие. Город – западные ворота страны. Железная дорога – одна из ассоциаций, с которой гости его связывают. Музей железнодорожной техники входит в список топовых достопримечательностей Бреста. Наш корреспондент Мария Тройнич увидела, что происходит в музее накануне торжества. На старинном паровозе в начало 20 века в Брестском музее железнодорожной техники можно увидеть, как путешествовали 90 лет назад. В топку забрасывается уголь, забрасывает его кочегар. Уголь горит, нагревает воду в котле, вода превращается в пар, и потом уже машинист приводит паровоз к движению. Чтобы доехать из Бреста до Минска, нужно было 18 тонн угля, так что в кочегары шли богатыри. Постоять в кабине машиниста, заглянуть в окошко старинного пассажирского вагона и увидеть все механизмы и детали паровоза. Ретро-путешествия предлагают всем посетителям музея. Экспонаты настоящие и когда-то колесили по дорогам Советского Союза. Я хочу на деревеньки поехать. Артуров Учаш приехал из Стамбула. По безвизовому режиму такую старинную технику увидел впервые. Говорит, на родине в Турции ничего подобного нет. Меня впечатлили эти старинные поезда. Такую технику я вижу впервые в жизни. Здорово, что паровозы сохранили и можно даже побывать внутри. Все эти паровозы и вагоны не раз становились декорациями в художественных фильмах. Их можно увидеть в 27 картинах. В знаменитых лентах «Брестская крепость», «Июнь 41-го» и «Снайпер». Этот вагон 1938 года. Здесь постарались максимально воссоздать интерьер того времени. Деревянные окна, деревянные стены и двери. А в самом купе самовар и, конечно же, стакан в подстаканнике. В прошлом году в музее открыли новый объект – стеклянный павильон с экспонатами. Один из самых интересных – макет железной дороги с движущимися паровозами. За 7 месяцев текущего года более 30 тысяч туристов побывало в нашем музее. Это серьезная цифра, и мы этому очень рады. Содержать внушительных размеров экспонаты под открытым небом непросто. Поезда постоянно подкрашивают в оригинальный заводской цвет. Ретро-технику и сейчас готовят к празднованию тысячелетия города. «Брест» в ожидании большого количества гостей. Мария Тройнич, Николай Ковалев, агентство теленовостей «Брест».